Милые девушки, всем привет! Сегодня я хочу снять обзор на фирму Benton. У меня было достаточно много запросов на обзор этой марки, и я хотела бы этот запрос выполнить. Итак, у меня, к сожалению, уже осталось чуть меньше средств, о которых я хотела бы рассказать, но, тем не менее, я их в назывном порядке расскажу вам, то есть обозначу, но, к сожалению, не смогу показать. Что касается вообще фирмы Benton, она достаточно известна, насколько знаю я, в Украине, не более, чем в России, и только совсем недавно она стала набирать обороты популярности именно среди российских покупательниц, потому что активно ее стали продвигать. На самом деле, до сегодняшнего момента это была не самая известная фирма, но я познакомилась с ней, наверное, год назад, и попробовала я сразу две линейки, первая с прополисом и вторая с улиткой. Давайте я как раз про них сегодня и расскажу вам. Хотела бы я начать с продуктов улиточных, наверное. Фирма Benton выпускает совсем небольшое количество средств. Это похожая по концепции, скажем так, фирма N'Clairs. Это тоже такой бутик-вариант, который имеет в своей коллекции средств достаточно ограниченный выбор. При этом они делают очень большой упор на ингредиенты, которые они используют в том или ином средстве. И это мне очень импонирует. Я все-таки за качество, нежели за количество, поэтому мне такая философия очень близка. Итак, что касается их линейки с улиткой. Во-первых, упаковки. Посмотрите, как все строго, лаконично, медицински и очень приятно выглядит. Я держу в руках лосьон, который называется Snail Bee High Content Lotion. Лосьоны, как вы знаете, это эмульсии в корейском. Во многих продуктах, во многих линейках они называются именно лосьонами. Это средство, которое представляет собой жидкий крем в объеме 120 мл. Это пластик достаточно плотный. У него приятная упаковка в виде вот такой вот помпы. Очень приятно достается, очень удобно. Что касается состава. Если мы с вами будем смотреть составы, то вот этот улиточный крем не сравнится ни с одним улиточным кремом, который я пробовала. Именно если разбирать состав по его активности. Первое, что идет на первом месте, это улиточный секрет. 90% муцина улитки содержится в составе этого продукта. Дальше идет бутиленгликоль, глицерин, гиалуроновая кислота, ниацинамид. Дальше начинаются различного рода экстракты. В середине списка присутствует сквален, как один из самых мощных увлажнителей. Олигопептид, это тоже очень большой плюс, потому что олигопептид это один из антивозрастных компонентов. Как вы знаете, вот фактор эпидермального роста, ЭГФ, очень часто встречается в косметике, в корейской именно. Вот, собственно говоря, он. И много-много всяких разных экстрактов, азелоиновая кислота есть в составе. Есть пчелиный яд в составе, такой очень необычный ингредиент, мне кажется, для косметики. Ну и ближе к концу есть сок алоэ. Чистейший состав из такого спорного, наверное, только бутиленгликоль, но, собственно говоря, никто супернатуральности здесь не обещал. В целом состав более чем достойный. Если вот опираться именно на него, серьезно, надо брать, бежать и никому не отдавать больше. И никакими другими улитками не пользоваться, потому что здесь, мне кажется, есть все, что только может пригодиться вам в улиточном креме. Для меня этот улиточный крем – это антивозрастной продукт 100%. То есть здесь нет никаких сомнений в том, что крем работает как с пигментными пятнами, с постакне, на выравнивание рельефа цвета кожи, на то, чтобы убирать какие-то воспаления, высыпания, так и с возрастными изменениями. Поэтому, если у вас возрастная кожа, если кожа возрастная, склонная к воспалениям, высыпаниям, к пигментации, если вам нужно сузить поры, если вы хотите убрать излишний жирный блеск, если вы просто ищете улиточный крем для того, чтобы, например, активно регенерировать, восстанавливать вашу кожу, то вот этот продукт я вам смело могу рекомендовать. Потому что он, правда, отличный. Что касается консистенции, лосьон имеет кремовую консистенцию, она немножко мылкая. Я рекомендую использовать это средство на идеально сухое лицо, иначе вы замучаетесь его в себя впитывать. Когда вы его наносите, он начинает немножко размыливаться, если вы понимаете, о чем я. Но после того, когда он осядет на вас, он идеально матирует лицо, он не оставляет вообще никакого следа. И вот когда он уселся, вот тогда он себя проявит во всей красе, и очень многим понравится. На лето прекрасный вариант в виде дневного увлажняющего крема. Не сказать, что от него много увлажнений, не могу сказать, что это самый увлажняющий продукт на свете, но он, наверное, и не заявлен как гиперувлажняющий крем. Все-таки функция у него немножко иная здесь, да. Я рекомендую под улиточные средства использовать какие-то увлажняющие сыворотки. Вот тогда, мне кажется, что дисбаланс будет восстановлен. И в виде ночных, например, уходовых средств использовать какие-то ночные увлажняющие маски. Потому что все-таки задача любого улиточного продукта, на мой взгляд, не увлажнение, а именно регенерация, вот это вот выравнивание цвета и пигмента, цвета пигмента вашей кожи, выравнивание рельефа и так далее, и так далее. В общем, все, что я перечислила выше, увлажнение уже идет такой побочной, скажем так, функции. Вот, но крем отличный, рекомендую его, практически не имеет запаха. Когда вы его наносите на кожу, есть немножко специфический такой, не неприятный, а достаточно нейтральный аромат, специфический, тем не менее, но он очень быстро улетучивается, и потом вы вообще ничего не чувствуете. Из этой же линейки у них есть крем. Крем представляет собой вот такой вот тюбик. Здесь 50 грамм, тоже такая бумажная крафтовая упаковка. Мне тоже очень нравится эта упаковка. Все то же самое на самом деле. Кроме того, что здесь есть масла в составе, и масел чуть больше, именно поэтому крем я рекомендую для кожи нормальной, склонной к сухости, обезвоженной кожи и так далее. То есть для тех, у кого есть все-таки необходимость в более питательных текстурах, вот этот крем я могу вам рекомендовать. Что касается состава, он похож очень, то есть там примерно такой же состав, как и в эмульсе. Они идентичные, можно сказать, несколько компонентов отличаются. По консистенции этот крем плотнее, действительно, вы его наносите на кожу. Есть тоже небольшое вот такое вот мылкое ощущение, которое потом сразу проходит. Крем паровой, то есть это стим-крем. Вообще паровой крем значит, что при смешивании двух фаз, когда крем был в производстве, скажем так, его масляную и водянистую основу, водную основу, смешивали на пару, что позволяет достигать более легких текстур. То есть все стим-кремы, они обещают быть очень воздушными, очень быстро впитывающимися, абсолютно не тяжелыми, не забивающими порой и так далее, и так далее. В общем, на самом деле я могу сказать, что так оно и есть. Крем отлично справляется с пигментацией, он отлично убирает следы от акне. Поэтому если у вас есть такая задача, то вот эти вот два прекрасных продукта от Benton я вам могу смело рекомендовать. Дальше. Вторая линейка, с которой я познакомилась, это их серия с прополисом. Она, на самом деле, мне кажется, более даже известная, чем линейка с улиткой, потому что она заявлена как линейка для проблемной, жирной и комбинированной кожи. У меня, к сожалению, остался всего лишь один представитель этой линейки. Это Aloe Propolis Soothing Gel. Здесь 100 мл, если я не ошибаюсь. Все средства, кстати, заявлены как продукты для всех типов кожи, то есть универсальные средства, в том числе для очень чувствительных типов кожи. Эти продукты подходят, как заявляет нам производитель. Что касается вот этого геля. На первом месте, как вы понимаете, здесь сок алоэ. На втором месте прополис. Дальше идет глицерин. Различные тоже экстракты. Есть фруктовые экстракты, что говорит о том, что есть функция отшелушивания. Есть алантаин как увлажнитель. Ну и, собственно говоря, какие-то дополнительные консерванты. Состав не длинный. И в целом могу сказать, что очень достойный. Что касается функционала этого продукта, он легчайшей текстуры. Просто невероятно легкий. Вот если вы пробовали корейские улиточные гели, ой, улиточные алоэ гели, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это легчайшая консистенция, которая никакой липкости не оставляет. Очень быстро впитывается и отлично увлажняет. Подойдет для всех типов кожи, на мой взгляд. Единственное, что за счет того, что есть прополис, все-таки я бы делала упор этого продукта именно на кожу, склонная к акне. Если у вас есть такая проблема, если вы ищете какой-то легчайший, увлажняющий, при этом продукт с антибактериальным эффектом, пожалуйста, вот он перед вами. Это то средство, которое действительно справляется со своей задачей. Действительно, крем работает, гель работает как увлажнитель, так и отлично борется с высыпаниями, с воспалениями, если таковые имеются. И если его наносить локально, например, то есть на, например, воспаления какие-то, вы можете даже, будучи обладательницей сухой кожи, его использовать. На самом деле, даже если кожа сухая, мне кажется, что вы можете его теоретически использовать, потому что это просто хорошо увлажняющий продукт. Но насколько в этом есть смысл, это уже, скажем так, второй вопрос, потому что для сухой кожи есть гораздо больше именно специализированных средств, поэтому теоретически для всех типов, но большее удовольствие от использования получит жирная комбинированная и проблемная кожа. Он отлично, кстати, матирует кожу, способствует тому, чтобы жир не выделялся активно в течение дня. Состав у него прекрасный просто. И что касается второго продукта из этой линейки, у них есть тонер. Вот тонер – это просто песня. Мне кажется, что он один из самых известных вообще корейских тонеров, потому что у него такой состав, девочки, там просто вообще нереальное что-то. Там тоже на первом месте сок алоэ, там есть улиточный муцин, там есть в составе гиалуроновая кислота, и есть салициловая кислота. Тонер идет в упаковке с дозатором. Его лучше наносить руками, и он отлично увлажняет кожу. Это первая его функция. Все-таки увлажнение – это основная, я бы даже так сказала, его функция, потому что салициловая кислота, насколько я помню, в этом тонике с PH5, если я не ошибаюсь, а салициловая кислота, как вы знаете, работает при PH уровне до 4, поэтому она не совсем активная там. То есть, если вы покупаете этот тоник как средство воспалений, все-таки, наверное, это не совсем целесообразно, хотя я могу сказать, что для жирной проблемной кожи он отлично подойдет, но рассчитывать, что там будет активная салициловая кислота вот прям в своем первоначальном варианте, наверное, не стоит. Я бы его воспринимала как отличный увлажняющий продукт для кожи жирной, комбинированной, склонной к акне. Вот для всех этих типов кожи я бы этот продукт рассматривала, потому что там есть муцин улитки, который также обладает слегка подсушивающим действием на воспаление. В общем, отличная линейка. Рекомендую обладательницам указанного выше типа кожи присмотреться к этим продуктам, потому что они серьезно достойны. Кстати, линейка, вся линейка Benton, любая, я имею в виду, вся фирма Benton, вот так вот правильнее сказать, они относятся к премиум-классу, и премиум не значит, что они должны быть дорогими. Премиум здесь говорит лишь о качестве ингредиентов, которые используют ребята от Benton в своих продуктах, поэтому они, собственно говоря, так и называются. И третья линейка, которая представлена, если я не ошибаюсь, тремя продуктами. Я пробовала два из них. Это ферментированная линейка от Benton. Тоже она достаточно популярна на просторах интернета. Я держу в руках крем для глаз. Здесь 30 мл. У него такая вот туба, у него узкий, удобный носик. Что касается вообще ферментов, я думаю, что особо я здесь останавливаться на этом не буду, потому что очень часто разговаривали мы с вами про то, зачем нужны ферменты, как они работают и так далее. Но скажу лишь о том, что здесь ферменты идут на первом месте. Вот ферментированный галактомисис, он идет на первом месте. Дальше идет фермент лизат. Это тот фермент, который, бактерия лизата, который используется в знаменитой сыворотке Time Revolution от Misha. Она же используется в Advanced Night Repair от Estee Lauder. Это вся та же самая серия ферментов. Ну, дальше глицерин и прочее. Макадамия масло идет. Олигопептид тот же самый. Есть керамид, есть гиалуроновая кислота в составе. Есть сок алоэ. И дальше опять-таки различные увлажняющие компоненты, которые находятся в активных своих позициях. Состав также не длинный. То есть не могу сказать, что здесь есть что-то лишнее. Все по делу, все, что нужно, в общем. Что касается консистенции. Крем плотный. Крем похож на какую-то пасту, наверное, такую. То есть бальзамообразная у него консистенция. Когда вы его выдавливаете, он прям выходит такой полосочкой. Вот из узкого носика выдавливается такая плотная полосочка. Если вы понимаете, о чем я. То есть он реально плотный. Прежде чем его наносить, я его рекомендую растереть между пальчиков и нанести уже на зону вокруг глаз. Кому я буду советовать этот крем? Девочки, тем, у кого есть реально морщины. Если у вас нет морщин, вы его не поймете. Потому что, мне кажется, подобная текстура работает как филер. Она, вот мне кажется, именно за счет того, что она такая плотная, она заполняет еще и заполняет морщины, которые есть. Поэтому, если у вас их нет, вы, наверное, самого, самой вот этой основной фишки этого продукта не поймете. А вот если они у вас есть, тогда, мне кажется, что вот эта текстура вам очень понравится. Потому что она имеет свойство забивать те самые морщины, складочки и тем самым расправлять область под глазами. Поэтому, если вам, не важно сколько лет, если у вас есть морщины, которые действительно не сухие морщины, которые могут уйти от простого-простого увлажняющего крема, а серьезно, то есть прям возрастные изменения, да, то я этот крем вам могу советовать смело, потому что он, помимо того, что обладает правильным и рабочим составом, он еще и обладает правильной консистенцией, которая активно работает. Вот. И из этой же линейки я пробовала эссенцию. У меня, к сожалению, сейчас показать ее тоже нет. Эссенция тоже с ферментами. Она такая же в черной упаковке. Она идет в упаковке с дозатором, вот как вот этот лосьон. Если я не ошибаюсь, там 50 миллилитров, она представляет собой такую гелевую массу, очень легкую, очень быстро впитывающуюся. Она как водичка, вот когда вы на руку наносите, она прям как водичка быстро впитывается. Никакой абсолютно липкости не вызывает. У нее прекрасный состав. Если вы ищете какую-то антивозрастную сыворотку с рабочим составом, именно ферментированным составом, то обязательно присмотрите к этому продукту, потому что там реально прям вот, ну, все супер. Там тот же самый фермент, два вида, там тот же олигопептид есть, там есть гиалуроновая кислота и много-много всего еще чего надо добавить в антивозрастные продукты. Мне кажется, что она абсолютно точно стоит вашего внимания тоже. Она прекрасно работает с акне и с пигментацией. Если у вас есть возрастная пигментация, то эта сыворотка, мне кажется, одна из тех, которые стоят вашего внимания. Я надеюсь, что мой обзор помог кому-то с выбором. Если у вас есть какие-то вопросы конкретные по продуктам, возможно, которые я не показала здесь, задавайте, пожалуйста, их. Я буду рада на них ответить. И увидимся в новой части видео. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok